Итак, друзья, всем привет! Уже 4 марта состоится бой Джона Джонса и Сири Лагана. Джон Джонс возвращается в UFC в тяжелом весе он будет биться. И будет биться серьезным противником сразу после такого долгого простоя. По нашему времени это будет 5 марта рано утром, в районе 6-7 утра. Итак, что можно сказать по поводу этого боя, поразмышлять на тему, кто может победить и почему. Ну, начнем с того, что Джон Джонс не природный тяж. Это он сейчас набрал вес, набрал хорошую форму, а так он полутяж. И в полутяжах он был очень быстрый, с очень тяжелым ударом. А Сири Лаган это природный тяж. То есть, и он тоже очень быстрый, но он быстрый в тяжах. Тут возникает вопрос, насколько Джон Джонс остался быстрым. Остался ли он таким же быстрым в тяжах, таким же быстрым, как был в полутяжах. Какие сильные у кого стороны? Ну, скажем, у Сири Лагана однозначно это стойка. То есть, Сири Лаган силен в стойке. Насколько он силен в борьбе? Ну, вряд ли он настолько силен в борьбе, как в борьбе силен Джон Джонс. И Джон Джонс, надо отметить, это такое уникальное природное дарование. Он разносторонний и он развит как в стойке, так и в борьбе. Поэтому, как мне кажется, как мне видится, Джонс будет смешивать стойку с борьбой, чтобы Сири Лагану было неудобно, чтобы Сири Лаган не смог приспособиться в стойке, где Джонс сюда. И в то же время, как мне видится, у Джонса борьба будет посильнее. И в итоге, какой может быть рисунок боя? Рисунок боя может быть следующим, что Джон Джонс будет миксовать стойку и партер, будет переводить Ганна в партер и не давать ему возможности раскрыться в стойке. Опять-таки, это только лишь предположение, потому что тяжелый вес есть тяжелый вес, там любой удар может быть последним, как первый удар может быть последним. Поэтому и Джон Джонс, и Сири Лаган, они очень тяжело бьют. Скажем так, Сири Лаган прошел всю дистанцию с Фрэнсисом Ганном. Конечно, интересно было посмотреть Фрэнсисом Ганном с Джоном Джонсом, но Ганн ушел из UFC, поэтому у нас остается Сири Лаганн. Не сказать, что он намного слабее соперник, чем тот же Фрэнсисом Ганн. Итак, друзья, пишите, что думаете по этому поводу, у кого какие шансы, кто победит и как победит, пишите в комментариях. Ждем бой. Всем удачи, счастья, всех благ.